Работать с Пакистаном можно и нужно. Эта азиатская страна динамично развивается, имеет выход к морю и хорошее транспортное сообщение. Пакистанский рынок интересен предприятиям Брещины не только в части своей собственной емкости, но и в части возможности для работы с другими азиатскими государствами. Именно поэтому сегодня представители бизнес-сообщества региона стремятся наладить диалог с этой страной. Тем более, что заинтересованность в сотрудничестве обоюдна. Наши предприятия работали в удаленном доступе с Пакистаном и с провинциями Пакистана, с компаниями Пакистана. До этого мы провели встречу с послом Пакистана в Республике Беларусь здесь. Очень активно были представлены все ведущие наши предприятия. Была определенная заинтересованность и со стороны пакистанского посольства были сделаны четкие шаги, направленные на контакты с пакистанской стороной. После этого, когда мы уже были на форуме и общались там на месте, то было достаточно интересных именно целевых контактов. То, что касалось именно Брестской области, это поставка пищевых продуктов, в частности сухого молока, в пакистанскую сторону, поставка каких-то тканей, пряжи в сторону Пакистана и обратно, точно так же хлопка, хлопковых нитей. Сегодня ведутся переговоры. Определенные попытки наладить деловые взаимоотношения с Пакистаном у некоторых предприятий Брещины были и раньше. Однако такое активное взаимодействие на разных уровнях началось только в текущем году. Эффект от сотрудничества можно будет оценить уже в ближайшем будущем. Вторая страна, деловой поездки, Турция с Беларусью и Брещиной, в частности, сотрудничает не первый год. На инвестиционном форуме разговор шел об укреплении и развитии отношений. Это рынок, который уже нам более широко известен, на котором мы уже сегодня работаем. В принципе, здесь шли переговоры об инвестициях, о турецких инвестициях в Беларусь. Мы представляли свои инвестиционные проекты. У нас есть и торговые контакты с Турецкой республикой. Два проекта готовятся к подписанию с турецкой стороной. Очень интересный, насыщенный был форум. Скажу так, что представительство турецкой компании тоже было очень широкое. В том числе и турецкие банки присутствовали, которые готовы оказывать финансирование как турецкой стороне, так и белорусской стороне. Турция давно работает на рынке Беларуси, поэтому здесь уже отлаженные контакты. Это был более четкий форум. В настоящее время Брещина имеет торговые отношения со 115 странами мира. Из них больше половины составляют те, куда уходит белорусский экспорт. С каждым годом этот список становится шире, появляются новые деловые контакты, отгружаются первые пробные партии товаров. В 2015-м впервые продукция под брендом «Сделано в Брестской области» отправилась в 11 точек мира. Предприятия региона начали поставки в отдельные африканские страны. Торговый диалог есть, к примеру, с Малайзией и Индонезией. Безусловно, сегодня наши компании в большинстве своем только учатся работать на далеких или экзотических рынках. Однако бизнес с бизнесом общий язык находит быстро, если есть желание развиваться и заинтересованность в конечном положительном результате. Мир меняется. И вот эти последние годы, скажем, с 2011 по 2015, показали нам, насколько быстро меняется мир, конъюнктура, спрос, предложения. Мы видим, какие проблемы у наших основных торговых партнеров, в общем-то, и страдает и европейский рынок очень сильно. Поэтому здесь нужно быть очень маневренным. Не зря в этом направлении сегодня проводится очень много семинаров, обучающих семинаров, как и наших белорусских, так и зарубежных. И здесь предприятия очень активно самостоятельно принимают свои решения. Зачастую, когда мы знаем о семинаре, информируя наши предприятия, говорят, да, мы уже там. Поэтому поверьте, что они сегодня шевелятся и готовы. Особенно частный бизнес. Может быть, где-то чуть государственный, с долей государства чуть медленней. Наверное, за счет того, что крупные предприятия, им труднее изменять свои направления. Но они сегодня этим работают, очень активно работают.